Ну и возвращаясь к проектированию, к дизайну, к архитектуре, обязательно надо не забыть вот что. Если у вас есть собаки и кошки, а не или, то про них тоже ни в коем случае при проекте забывать нельзя. Ну потому что я вот, например, не понимаю, как это так, в доме нет собак и кошек. Ну это аномалия, потому что такого быть не должно. Поэтому, естественно, когда вы что-то там планируете, какой-то дизайн, там кухни, ванны, еще чего-то, комнаты, то предусматривайте, что у вас где-то в каких-то местах будут какие-то полки. Разные там ширины, глубины, размеры и так далее. Но всегда надо не забывать того, что если у вас кошки, или если они будут, а они будут не у вас, так у детей или у внуков. Поэтому кошки потом сами решат, чьи это полки. Для бытовых они нужны или конкретно для них. И конкретно вам покажут, кто тут, в принципе, фактически является дизайнером и архитектором. Поэтому полки они, естественно, какие им понравятся, они займут. Но лучше как бы изначально это предусмотреть. И предусмотреть вот какие нюансы. То есть, например, вот здесь. Вот там у нас будет полка, там будет бойлер. И, соответственно, полка, она как бы туда вписывается вместе с подоконником. На нее залезать кошки довольно-таки просто. То есть, с горшка на бочок и туда. Все нормально. Мебель, стены не попорчены. Дальше вот ванная у нас. У нас здесь такой вот большой-большой подоконник. Он как бы и полка над стиралкой. Соответственно, чтобы сюда кошки залезть, тоже довольно-таки просто. На ванну, туда и дальше вон туда. Там такие вот две полочки. Ну, под всякую лабуду. Но если их кошки займут, это не проблема. То есть, они туда тоже залезут. Если кошке полка с виду понравилась, и она очень хочет на ней жить, она жить на ней будет 100%. Какие бы препятствия перед ней не стояли. Но лучше как бы вот это загодя предусмотреть и убрать. Почему? Потому что, если ей как бы нету мест, по которым она туда свободно может залезть, она будет лезть по стене. А так как стены деревянные, ну, в домах, по крайней мере, частных, вот, каркасниках, там, еще каких-то, обычно, конечно, шьют вагонку. Поэтому она будет царапать вагонку, чтобы туда залезть. А когти у тебя приличные. Один, два, три, там, на 50-й раз уже будут оставаться довольно-таки такие приличные зацепы, которые, в общем-то, ну, либо сошлифовывать, либо перекрашивать. А если у вас, например, цвет будет, ну, не прозрачный, не под дерево, то, естественно, вот эти зацепы будут видны прям, как на картинке. И мебель тоже самая. Если мебель деревянная, она будет лезть по мебели. Соответственно, те же самые зацепы. Ну, и плюс, конечно, они очень любят подоконники. Ну, тут на подоконник запрыгнуть, в общем-то, вообще не проблема. Хоть по уголку, хоть так. Это для кошки не высота совершенно. Но вот зимой и в холодное время, конечно, там, если что-то им подстелить, да, они там будут жить. А если ничего не подстелать, то вряд ли, потому что у меня вот подоконники покрыты плиткой, и, соответственно, она холодит. Хотя там, естественно, утепление, там и в откосах, и под подоконником 30-е ППС, но все равно тепла он не дает. А кошкам нужно вот именно, чтобы было тепло. Вот если бы были деревянные подоконники, то тоже не факт. Потому что все-таки подоконник, он граничит с окном, и там температура гораздо ниже, чем где-то на других участках мебели. Но тоже, если бы вон там где-то были полки, то тоже надо иметь в виду, что кошка всегда может облюбовать вот эту полку, которая, как вам казалось, она под что-то бытовое. Но кошка решила, что фигу, что там было, будет на полу, а жить там будет кошка. Но с собаками гораздо проще. Ну, если, конечно, брать там, ну, собак, да, то есть породы где-то там кокер или спаниель и крупнее. То есть не какой-нибудь там чихуахуахуенок, а как бы, ну, обычные собаки. То тут гораздо проще, потому что если собака маленькая, типа спаниеля, то ей там либо корзинку какую-то, либо подстилку в любой угол, или там куда-то кинул, и она вполне себе там живет. Но это если собаки домашние, да, то есть они хотя бы ночуют дома, а не живут круглосуточно в конуре. А если собаки крупные, то тоже проще. Вот у нас две собаки, ну, приличные. И я прям вот такие как бы подстилки из ковролина. И вот одной там куда-нибудь в угол, второй под стол. И вполне себе они ночуют вполне нормально. Плюс эта подстилка можно переставить, куда тебе нравится, куда тебе хочется. Ну, понятно, что собаку все равно будет как бы там, где ей нравится. Но подстилки здесь вот они именно для того, чтобы просто собаке было покомфортнее. Потому что полы теплые, с подогревом, поэтому тепло везде. И она может просто на плитку лечь, где ей захотелось. Но обычно как бы вот если куда-то ей подстилку кинул, то естественно она ночует там. Так что вот не забывайте ни в коем случае про своих нынешних, либо будущих домашних питомцев. Так, чтобы это потом не было мучительно больно. Потому что и сцарапанная там какая-то мебель, либо стены, они, конечно, ну, до добра не доведут. Ну, вот как-то так. Продолжение следует...